Именно из этого здания, по адресу улица Гончарова, 14, в первые месяцы войны на фронт ушли почти все сотрудники нашей газеты. Одно время в редакции оставалось всего двое пишущих журналистов. Семеро правденцев не вернулись, оставшись на полях Великой Отечественной. Это заместитель редактора Дмитрий Васин, заведующий отделом культуры Николай Варламов, заведующий отделом промышленности Андрей Бадьин, сотрудник отдела промышленности Иван Касауров, заведующий отделом партийной жизни Николай Мешков, лиц сотрудники Борис Рамов и Аркадий Томилин. У трех последних в архивах даже не осталось фотографий. Именно всех семерых золотом вписаны в столетнюю историю ульяновской правды. Вот передо мной один из них Бадьин. Мы в ульяновской правде публиковали в годы войны его письма с фронта. А это мой дедушка по маминой линии, который воевал на Курской дуге, сержант. И все эти люди подарили нам сегодня мирное небо. И поэтому сегодня они пройдут вместе с нами по улице Гончарова в Бессмертном полке. Спасибо им за победу. В этом году колонна Бессмертного полка в Ульяновске растянулась на 6 километров от Минцентра до Обелиска на площади 30-летия Победы. В этом потоке мы едины. Мы вновь большая страна, победившая в страшной войне. Вы знаете, это же ведь не только вы, сотрудники ульяновской правды, так вот среагировали на эту инициативу уральского парня, который придумал вот эту идею. Вы знаете, в 11 штатах СССР прошли вчера шествие Бессмертного полка. То есть это уже всемирное явление, всемирная акция такая. То есть одно дело это взаимоотношение между политиками, а второе дело на уровне простого гражданина, где бы он ни находился. Они понимают, какой ужас был в 41-45 годах и что сделал советский народ. Через огонь войны наши деды и прадеды дошли к простому человеческому счастью. И значит, все было не напрасно. Их потомки в общем строю Бессмертного полка – еще одно тому подтверждение. Нет и не может быть абсолютно чужих наследников победы. Дарья Сударева, Георгий Кузнецов, Сергей Ершов. Новости ульяновской правды.